Молодой предприниматель из... Ланцет, наше чудо-оружие, стал настоящим кошмаром для партнеров, потому что они не могут найти против него противоядия. Ланцет, падая каждый раз на любую западную технику и артиллерийские системы, как кирпич на голову, наносят этой технике урон, несовместимый с дальнейшей эксплуатацией. И самое главное заключается как раз в том, что он всеяден. Для него нет техники, которую он не смог бы поразить. Давайте для начала сделаем экскурс в историю и вспомним, на какие вооружения западом возлагались надежды, как на очередное Вундерваффе, которое наконец принесет им победу над Россией. Байрактар ТБ-2, турецкий ударно-оперативно-тактический средневысотный БПЛА. М-142 Хаймерс, американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Switchblade, тактический барражирующий боеприпас. JLCDB, бомба малого диаметра наземного базирования с ракетным двигателем. JDAM, обычные авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Storm Shadow, англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. И конечно же немецкие танки Leopard 2A6. Каждый раз западные стратегии, поставив очередное вундерваффе, ждали результата, потирая руки, но каждый раз у нас находилось чем нейтрализовать их чудо-оружие и посрамить их ВПК. А вот нейтрализовать наш дрон Камикадзе Ланцет, весь хваленый американский и европейский ВПК, пока так и не смог и в ближайшем будущем не сможет, ибо обнаружить его традиционным средством ПВО не получается, потому что сделан он из композитных материалов и летит низковато для радаров. Недавно мы говорили о том, насколько нашему оборонно-промышленному комплексу удалось нарастить производство вооружений всего лишь за год. И вот пару дней назад появилась еще одна интересная информация о том, что частная компания Зала входит в концерн Калашников, создатель и производитель беспилотных барражирующих боеприпасов Ланцет нарастила их производство в 50 раз. Наверное у многих возник вопрос, в 50 раз это отлично, только сколько же это будет в абсолютных цифрах? Абсолютных цифр мы не узнаем, но можем хотя бы визуально оценить сколько их производится, а заодно и получим ответ на вопрос, как главному конструктору и производителю Александру Захарову удалось так кардинально нарастить их производство. Вот цех с готовыми Ланцетами. Как вы понимаете, это только одна из последних партий. Все эти птички изготовлены в течение небольшого промежутка времени и готовы к отгрузке для Минобороны. Главный конструктор Александр Захаров заверяет, что на каждый даже еще не привезенный натовский танк уже припасено по несколько таких красавцев. Он рассказал, что на данный момент выпускается два типа барражирующих боеприпасов, изделие 51 справа и изделие 52 слева. Они имеют разную дальность и мощность боеприпаса. Причем танк Леопард 2 был уничтожен не тем большим боеприпасом, что справа, а тем малышом, что слева. Изделие 52 предназначено для ближней зоны и доказало свою эффективность. В открытом доступе опубликовано около 400 видеоподтверждений пораженных целей. А вот изделие 51, имеющее заряд большей мощности, предназначено, как сказала Захаров, для очень специальных задач и летает очень далеко. Самые забавные цели, пораженные ланцетами, это радиолокационные станции, которые по идее должны были бы сами их обнаруживать и выдавать целеуказания пусковым установкам на их поражение, но поражаются только сами. Ну а расширить производство ланцетов находчивый конструктор смог очень просто. Когда прошлым летом посыпались заказы из Минобороны и необходимо было срочно расширить производство, он купил торговый центр, пустующий после того, как западные фирмы, различные Икеи и Декатлоны ушли из России. Уходя, они оставили намного оборудованных всем необходимым торговых площадок, где можно сходу запускать сборочные производства, а не строить производственные помещения с нуля. Торговые центры подключены к электрической сети, оборудованы и вентиляцией, и кондиционерами. Там проведена и вода, и канализация. Установлена пожарная сигнализация, а также есть парковка для сотрудников и многое другое. Этот торговый центр был переоборудован в высокотехнологичное предприятие всего за два месяца. При этом не было потрачено ни копейки бюджетных средств. В общем, Захаров просто выкупил торговый центр, владельцы которого не смогли оправиться от убытков после пандемии. Главный конструктор не покоится на лаврах, а разрабатывает новый баражирующий боеприпас изделия 53. Точнее говоря, это уже будет не боеприпас «Одинокий охотник», а целая стая ланцетов, выпускаемая из таких контейнеров и предназначенная для нанесения группового удара. Заметим, что контейнеров может быть сколько угодно. При взлете из контейнера у ланцетов расправляются крылья, а затем они в автоматическом режиме начинают патрулировать заданный район. И когда один из них обнаружит, скажем, колонну техники, то сообщит об этом остальным, после чего они распределяют цели и в зависимости от типов своих снарядов, а также чтобы вдвоем-троем не ударить по одной из них, и все попадают на эту колонну, поразив ее с эффективностью в 100%. Один снаряд – одна цель. Причем у них в памяти зашит ценник на вражескую технику, и если баражирующий боеприпас обнаружит несколько видов техники, например, танк и радиолокационную станцию, то сверится с этим ценником и выберет приоритетную цель – радиолокационную станцию. Вот только мы опасаемся, друзья, как бы стая ланцетов, обнаружив целую колонну техники, не перепугалась из-за того, что «Леопардов-2» на всех не хватит, а распрощаться с жизнью из-за какого-нибудь никудышного «Хаммера», согласитесь, довольно обидно. Ну ничего, думаю, они все сделают по справедливости – сыграют камень-ножницы-бумагу. А теперь перейдем к «Геране». Западные разведки говорят, что производство дрона локализовано в России, и он мощнее и умнее прежних шахедов. Много копий было сломано по поводу того, каким образом на вооружении армии Российской Федерации появились дроны-камикадзе «Герань-2». Даже название этого беспилотника перекликалось каким-то образом с именем столицы Исламской Республики. А уж внешняя форма на 100% напоминала изделие крупнейшего аэрокосмического центра Ирана «Шахед». Впервые «Гераньки» прогремели в сентябре 2022 года, и с тех пор о них слышно практически ежедневно. Низкая стоимость, малозаметность и достаточно мощная боевая часть, западные эксперты оценивают ее эквивалентом трем стандартным 155-мм осколочно-фугасным снарядом, делают дрон разрушительным и при этом достаточно бюджетным оружием, благодаря которому можно легко вскрывать позиционные районы противовоздушной обороны и ПРО, и разрушать военные объекты и инфраструктуру неприятеля. Помимо этого, известно немало случаев, когда «Герань» пытались использовать для противобатарейной борьбы. К примеру, с теми же «Химарями» установкой залпового огня М142, пожалуй, самым неприятным видом оружия, испоставляемого американцами. О результатах судить довольно непросто, из-за отсутствия средств объективного контроля, но по слухам они имелись. В общем, приобретение этого дрона оправдало себя на 100%. Косвенно о неприятном эффекте «Герани» для американских стратегов и планировщиков военных операций можно судить по тому, как нервно реагируют на эти простенькие дроны на Западе, усиленно стараясь понизить их боевые возможности и рассказывая страшные сказки про то, что такими системами можно только «терроризировать» мирное население. Вранья там нагородили столько, что диву даешься. Впрочем, нам это хорошо знакомо и по российским системам вооружений, от которых диванные писаки из Европы и Соединенных Штатов одним лишь щелканием по клавиатуре не оставляли камня на камне. Обычно подобные информационные кампании и всякие гневные исследования независимых групп экспертов, плюс совершенно невероятные подвиги ПВО по нейтрализации данного вида БПЛА, как раз и запускаются как некий антикризисный проект, чтобы сбить негативный эффект от применения очень эффективного вида вооружений. При этом едва ли не каждый западный политик высокого уровня считает своим священным долгом обратиться к Тегерану с единственной просьбой эти поставки немедленно прекратить. Так что явно тут у наших партнеров какие-то нелады с логикой? На самом деле у шахедов Герани немало зачетных попаданий не только по нефтеперерабатывающим предприятиям Саудовской Аравии, но и в наших краях. И те, кому надо, об этом знают. Да и до широкой публики это иногда докатывается. Опыт применения дешевых дронов, подобных Шахед-136, изучается во всем мире, в том числе и в военных академиях и структурах стран, где достаточно хорошо развито собственное проектирование и производство боевых беспилотников. Но для нас во всем этом существовало одно неприятное но. Эффективность Герани жестко упиралась в некие непреложные факты, за которые мы же частенько критикуем наших неприятелей. Во-первых, это не отечественная разработка, и для страны, делающей конкурентоспособные сверхсовременные истребители пятого поколения и вертолеты, такая ситуация вызывает, мягко говоря, недоумение. Во-вторых, дроны приходилось завозить, а это также порождает целый комплекс проблем. Но на днях западные разведывательные конторы под видом неких некоммерческих организаций, производившие активное изучение ситуации с боевыми беспилотниками в российской военке, заявили, что производство дронов Герань-2 полностью локализовано на промышленной площадке Алабуга в Татарстане. А изучение обломков последних модификаций дронов также показало очень интересную вещь. Почти все надписи на узлах и блоках нового вида Герани сделаны на кириллице. Да и сам дрон, похоже, заметно изменился. Вот обломки Герани с кириллическими символами на блоках. До этого символы были латинскими. Разведчики с той стороны говорят, что чисто российская Герань, судя по всему, обладает более мощной боевой частью и наносит ущерб на уровне небольших крылатых ракет, воздух-поверхность, которые обычно несут многоцелевые самолеты. Нашим Геранькам не требуется преодолевать таких расстояний, как, к примеру, от Ирана до Израиля, больше тысячи километров, и это делает возможность заменять часть топлива дополнительным весом взрывчатки в дроне. Изменились и возможности беспилотника по навигации и обходу мест, где сконцентрировано значительное количество средств ПВО, заточенных специально на борьбу с тихоходными БПЛА. Если раньше он летел строго по кратчайшему маршруту, заданному навигационным модулем, то теперь активно маневрирует и пользуется дырами и прорехами в очаговой противовоздушной обороне неприятели. Как следствие, резко возросла результативность. Про Алабугу как производственную площадку для БПЛА много говорилось еще в начале этого года. Обещали, что она заработает в полную мощность в 2024 году, а в итоге сможет производить от 6000 до 12000 дронов разных модификаций в год, по мере необходимости для обороны страны. Похоже, вся эта запутанная история сильно сдвинулась в сторону ускорения организации производства, что не может не радовать, учитывая тот факт, с каким опозданием мы взялись осваивать эту перспективную тему. В завершении хочу сказать, что мы создали новый канал про политику Putin Today вместо удаленного. Приглашаю всех подписаться. Ссылка в описании.